Какова же реакция средств опасной информации в азербайджанах, азербайджанских экспертах, журналистах и в социальных СМИ? Но сразу хочу отметить, что в азербайджанских СМИ и социальных сетей есть один фактор, который общий. То есть они все придерживаются этого фактора. Фактор заключается в том, что Запад ведет двойной стандарт. Задается вопрос, почему по карабахской проблеме, неприсленной международным сообществом Карабах и территорией, ни разу не вводили санкции? Почему не вводили санкции, когда была фактически аннексия и оккупация Южной Осетии Абхазии? А почему сейчас, когда Крым, такие санкции? То есть в азербайджанских СМИ... Я просто отстраненно говорил о том, что есть... В азербайджанских СМИ есть такое чувство, что это двойные стандарты, и в этом смысле есть определенные западные тенденции в азербайджанских СМИ. Что если бы в свое время санкции вводились после, допустим, 2008 года, может быть, сейчас не было Абхазии и Южной Осетии. Следующее. Традиционные СМИ, телековедение радио в Азербайджане, стараются сохранять некий нейтралитет. То есть дают, в основном, новости, достаточно мало обсуждений. Новости, притом, они дают как российские, так и украинские, и западные. То есть есть такое стремление сохранять нейтралитет, освещая санкции Запада против России. В целом, по тональности чувствуется, что традиционные СМИ в Азербайджане стараются соблюсти баланс. В то же время в социальных сетях чувствуется все-таки большая поддержка рынка. Особенно в вопросах дегитарной ценности. Надо сказать, что азербайджанские СМИ, давая экспертные оценки, используют разные источники, в том числе и российские. И именно в этих экспертных оценках дается реакция на аргументы по поводу санкций российской стороны. Нельзя сказать, что очень много аналитических статей, но, в принципе, они появляются. Вот в чем есть критика несостоятельности российских аргументов. Руководители, как наши аналитики, как бы реагируют на эти аргументы, которые приводят российские. Я уже перечитал эти аргументы. Азербайджанские аналитики показывают, что, в принципе, банковская система на самом деле в России на грани вообще краха. Это уже говорит, я уже приводил вам, но я приведу еще того. За год почти 50 банков лишены либо лицензии, либо их обвинили в России в мошенничестве и так далее. Надо сказать, что у нас уже просказывает информация, что очень много российских банкиров стали ездить в Азербайджан, так как в Азербайджане тоже можно занять кредиты. То есть, конечно, они дороже, чем в Европе, но вот уже такие черночные поездки и переговоры с крупными азербайджанскими барами, это тоже у нас как бы прослеживается. Такие эксперты, как Дугар Баранов, Бады и Бадов, но они отмечают, что, в принципе, если не будут дешевых кредитов еще пару лет для российской банковской системы, то золотовалютные резервы России могут сократиться до 100 миллионов долларов. Следующий аргумент, который российские верят, что у нас есть нефть и газ, и поэтому мы сильны, и вряд ли Запад нас сломит. Наши эксперты показывают, что только продажа газа в Европу сократилась на 17%. А попытки создать новую систему газопроводов в Китае, ну, вы знаете, Сила Сибири и так далее, она не сможет покрыть проблему, как показывают наши эксперты. Потому что через 3-4 года Сила Сибири максимально может перекачивать в Китае 30 миллиардов кубометров. Приведу цифру. В Европу в год продает Россия... Европа нуждается в год 450 миллиардов кубометров, а Россия продает 145 миллиардов. И это 30%. Следующий аргумент, что нефть, ну, вы сами знаете, что творится с нефтью. Проблема в том, что сланцевая революция, кстати, тоже, когда начиналось говорить о сланцевой революции в начале года, российские руководители вот этих всяких нефтегазовых компаний, они говорили, что да вы что, сланцевая нефть, это дорого, это невозможно, это вряд ли может покрыть. Я вам приведу, за 10 лет сланцевой революции США увеличил добычу нефти два с половиной раз и вошел в тройку ведущих стран по добыче нефти. Сланцевый гад обходится от 35 до 57 долларов за баррель. То есть американцы могут спокойно, благодаря сланцевой нефть, ну, знаете, что в чем сланцевая нефть? Она называется, она говорит, что это труднодобываемая нефть, то есть это когда бурение доходит до, да, а потом горизонтальная, ну, я не буду говорить технически. Ну, в общем-то, сейчас очень много спекуляций на то, что вот американцы договорились с аудитами и опустили цены до 69 долларов. 65 долларов. Вы понимаете, это смешно, потому что ни ОПЕК сейчас не решает, ни Россия не решает цену на нефть. Как говорят эксперты из Лондонского Сити, сейчас цену на нефть фактически решают четыре структуры. Это Golden Saks, JP Morgan, Citigroup и Deutsche Bank. Это есть фьючерсные фонды, где вот эти, одно, вы сами понимаете, к кому эти относятся эти четыре структуры. Есть фьючерсные фонды, на которых происходит спекуляция нефть. Вот они могут там опустить, поднять. Это не решает ни Саудит, ни Катар, ни России. Поэтому вот это тоже аргумент, который приводится, что нефть и газ вряд ли сможет держать долгое время на плаву российскую экономику. Следующий аргумент – рассвет сельского хозяйства. То есть сегодня Путин в своем обращении говорил, что это приведет к рассвету. Но дело в том, что в России российские фермеры не хотят рисковать. Во-первых, кредиты дорогие. Вы сами знаете, чтобы развивать все эти структуры, надо в банке занять кредит. А кредиты в России до 15-20%. И второе, российские фермеры не уверены. А вдруг завтра Путин отменит продуктовые санкции? И снова они получат, так сказать, мощных конкурентов в лице польских яблок, норвежского лосося или швейцарского сына. Понимаете? Кроме того, продуктовые санкции приводят в первую очередь удар по насилию. Я не знаю, вот у моего съемки в Москве говорят, что на некоторые продукты поднялось до 50%. Правда, Набиулина говорит, что в инфляции будет 8,5-9%. Но ситуация в том, что не может быть... Бентли на той же цене остаются, а продукты растут. Они же берут среднюю фермерацию, понимаете? Бентли-то не растет в цене, да? И в Мазерати. А вот продукты растут. То есть цены на продукты резко выросли, что удаляет по кошельку обыкновенного россиян. То есть эти тоже аргументы. Следующее, что и наши эксперты тоже показывают, это приводит к тому, что невозможно сдержать вот этот поток сельскохозяйства. Все равно западные страны находят форму, как переправлять в Россию свои продукты. Но, наверное, все знают недавний скандал с Беларусью, да? В Беларуси в упаковку, где написано, сделана... Нет, страна-производитель Беларуси. Беларуси, креветки, норвежский лосо, швейцарский сын. Хотя Беларуси не имеет ни морей, ни океану. Да. А все, что упаковывается в Беларуси, уже в два-три раза дороже стоит... Ну, допустим, килограмм... Беларуский поградик. Вот. То есть это тоже у нас освещается. Определенное воздействие с санкций против Запада, конечно, имели на Азербайджан. До августа резко повысилось... Ну, там Собяни приехал, там 38 соглашений подписали. 158 тысяч сельскохозяйственных продукций были вывезены из Азербайджана в Россию. Но резкое падение рубля все это не было. То есть сейчас... Кстати, одно из влияний санкций в последнее время... Очень много азербайджанцев, которые заработали в мелкой торговле, они стали возвращаться. Потому что им стало невыгодно, понимаете, когда рубль уже так упал, то невыгодно не вывозить туда продукцию, не работать так. Это уже становится социальной проблемой. Потому что тысячи уже азербайджанцев, которые работали в мелкой торговле... Я не беру тех, которые имеют гражданство, уже имеют службы. Они станут возвращаться. И это, конечно, определили влияние в мире. Следующее. Санкции российская пропаганда приведут к импортозамещению и развитию производства. Ну, вы понимаете, ситуация... Наши эдспекты указывают, что той технологии электроники, точного оборудования, сложивших технологических материалов, высокотехнологического качества и так далее, у России просто нет. Едут, как раз, минимум 10 лет, чтобы добиться этих технологий, чтобы у себя производить. А западные технологии на месте не стоят, то есть они развиваются. И через 10 лет все равно будет это. Ну, я вам хочу сказать, что допустим, добыча арктической нефти, ну, вы знаете, Баженовская, университетская, это самая тяжелая нефть, то есть ее тяжело добывать с арктического побережья России. Десяти проектов был ExxonMobil. После санкции ExxonMobil вышел из девяти проектов, в том числе Баженовской университетской, это мощные такие, как бы, замежи нефти и так далее. И все это остановилось, потому что вот то технологии бурения и так далее, это есть только у Shell, у ExxonMobil, у Amco и так далее, которые, кстати, у Amco и Shell работали с топором, они работали в Азербайджане, я знаю, как это, трудно добывать, а то в Азербайджане самого отряд не добывают. Сами понимаете, что это самый главный технологий. Следующий аргумент, что при полном запуске силы Сибири, ну, я это говорю, там и к этому. А, следующий аргумент о том, что вот мы повернемся к Китаю и странам БРИ, и все будет хорошо. Вы знаете, китайцы очень рациональны, они даже отказались авансировать силу Сибири 25 миллиардов рублей. В Китае достаточно высокие кредиты в банковской системе. То же самое страны БРИКС, ну, создали они типа валютного фонда, там всего 2 миллиарда. Ну, представьте, там Бразилия, Индия, Китай, а фонд-то, который они создали недавно, всего 2 миллиарда. Как можно это сравнить с МВФ, с браками реконструкции, с любым крупным банком западных стран? То есть это тоже как бы большие политические маневры, чем реальное спасение российской экономики. Это все тоже отмечают наши эксперты. Санкции приведут к мобилизации граждан страны и ее экономики. Но все показывает, что недовольство населения в России растет. Ну, вы знаете, что уже два митинга провели врачи. 30% медицинских сотрудников сокращается. В Северно-Двинске больше тысячи человек вышли, которые лишили Северного Григора и так далее. То есть и вот эти все опросы Центра Левады показывают, что вот эта эйфория, да, которая основывалась на тезисе «Крым наш», она постепенно спадает. И люди понимают, что… Я еще не хочу, не говоря о том, что если ежегодно из России 15 миллионов, от 12 до 15 миллионов выезжало в основном летом в западные страны, Курцию, Египет, Таиланд. Сейчас это почти в три раза упало. Просто в связи с повышением рубля, доллара, путевки стали очень дорогие. И это естественно… Только летом 9 тысячельских компаний, как вы помните, были… То есть они… Кинули свои плиты. Кинули свои плиты. Но я хотел бы тут рассказать. Я… Да, да, да. И теперь я хотел… Еще я хочу сказать, что Кудрин говорил о 150 миллиардов от тока капитала. Но на Биуле недавно сказала, что в ноябре уже 128 миллиардов от капитала. Но я думаю, что где-то будет 140 миллиардов от тока капитала. Это очень болезненно для России, в которой общий бюджет 430 миллиардов.